всем привет продолжаем нашу работу с моделью прошлый раз я вам показал как я сделал развертку одну из деталей этой модели и вот как она выглядит теперь то есть каждый вот этот элемент я ему назначил модификатор anurab w и w и получается у нас такая вот развертка каждому этому элементу назначен материал стандартный материал сейчас видите все каждый материал для удобства я дал название и это название будет высвечиваться у нас substance painter который мы с вами будем текстурировать нашу модель то есть я сделал модель сделал для нее развертку разделил на части сделал развертку применил материалы дал каждому материалу название в принципе модель готова для экспорта substance painter выделяем все нужные нам запчасти этой модели ведро не стал разворачивать меня где-то там есть и готовы поэтому я его оставил может быть позже разверну и жмем экспорт selected выбираем здесь убить же формат даем ему имя и сохраняем в этом окне вообще ничего не трогал она идет стандартным здесь вот есть пресеты для the brush и других программ но я оставляю стандартный нон жму экспорт и видим название наших элементов колесо балки и так далее жмем дан и открываем substance painter здесь мы создаем новый проект и здесь первую графе выбираем для каких целей для какого движка то есть какой набор карт будет запекаться здесь мы стандарт стоит пбр я так и оставляю пбр металли крафт нас затем нам нужно выбрать файл который будем использовать в нашей работе выбрали документ resolution разрешение текстур до в нашем документе в рабочем документе который мы будем видеть на рабочем на рабочей поверхности этой программы чем он ниже тем быстрее будет работать компьютер если у слабенький компьютер то иначе выбираем соответственно разрешение и оставлю 2048 это более-менее нормально мой компьютер тянет есть вас мощный можете ставить 4 здесь вот мы видим как будет запекаться нормал мап в каком формате есть opengl и directx я ставлю directx но как-то изображение идет в самой программе по моему это попозже мы увидим то есть допустим если мы здесь запекаем и видим в окне нормальное отображение нормале то есть они где ну где есть углубление они показывают углубление они наоборот то если мы открываем допустим в программе armoset или unity там допустим и там идут настройки opengl то там будет просто перевернута наша карта нормале она будет не углубление показывать а наоборот выступ то месте где в модели есть углубление надеюсь вы поняли что я хотел сказать то есть для каких целей опять же такие если там идет отображение opengl значит запекаем в opengl но это в любой момент можно изменить если вы видите что при экспорте текстур в какую-то из программ которые вы будете работать нормал мап отображается некорректно то всегда можно перепечь на opengl или на directx зависимости от того что выбрать я выбираю сейчас directx здесь вот можно добавлять готовые карты которые есть такие как допустим а о запекли где-то в этой программе или нормал мап и добавляем это уже карта будет применена к нашей модели у меня ничего нет поэтому окей вот наша модель появилась собственности и там где я давал название материалом вот они отобразились это удобно тем что во первых увидите всю модель можно видеть в модель в окне и значит стиль текстурирования будет одинаков то есть один и тот же цвет допустим и задали там на поверхности из дерева там то есть видя всю вашу модель будете придерживаться примерно одного стиля и это хорошо здесь есть отображение 3d 2d что тоже очень неплохо допустим если где-то нужно какую-то часть там затереть там еще там что-то этого а здесь добраться нереально просто то всегда есть текстурный лист который мы с вами делали в 3d max и делая развертку это он есть так начнем текстуре вроде бы все рассказал что хотел вначале программа все таки окна они отлинковываются и можно перетащить куда хотите если вам это нужно то есть можно отлинковать куда-то переместить нужное вам место и там уже заниматься я настроил так с этой стороны тоже есть настройки это панели которые отвечают за настройки дисплея их не касаясь настроил один раз рассказывать я не буду потому что это очень долго и нудно и есть видео в которых это рассказано и на этом заставить внимание не стану но если придется один из этих инструментов коснуться то конечно по ходу действия цвета у меня в основном здесь стоит свойства значит текстурирование альфа стоим все что есть в этом слое свойствах положено слои то есть при текстурировании здесь используются слои накладываем один слой сверху другой и так далее и настройки настройки нашего отображения текстурной карты как то мы уже в начале проекта делали разрешение выставляли здесь его можно поменять и то есть вы сделали допустим текстурирование в рабочем формате 2048 и хотим посмотреть как же он будет выглядеть в два раза больше два раза лучше нажимаем сюда и видим результат улучшится в два раза и вы сразу поймете что будет на выходе так что тут еще это все дальше посмотрим по ходу что нужно делать сначала запечь ряд текстур которые программа будет использовать в работе при текстурировании она будет нужна эти карты будут нужны при создании смарт материалов допустим или при при добавлении каких-то определенных шероховатости там поверхности слоев грязи и так далее но стану используется при генераторах там царапин грязи ну и остального так и нажимаем break mesh maps здесь у нас есть будет запекаться карта нормальный и остальные карты айди это карта цветов которую нам не нужно потому что мы ее не делали она делается можно сделать в 3d max и то есть нужно часть каждую часть развертки допустим вот бревно туда чтобы эта карта заработала ее нужно покрасить определенный цвет и тогда здесь мы допустим выбираем определенный цвет если он хотим наложить текстуру допустим металла и он когда мы выберем определенный цвет он именно сюда применится ну как то так вот она работает айди мы отключаем у нас нет цветовые карты оставляемого курватуры позицию и тикность нормал нормал если мы сейчас запечем она будет пустая потому что ну мы все равно запечем потом поменяем выход ставим 496 ну здесь есть не ни разу не использовал 8192 может быть когда-то использую то есть два раза больше текстурный лист то есть я там делил допустим вот на 1 2 3 4 5 частей одну модель то при использовании разрешения в два раза больше текстурного листа можно сюда запихнуть в два раза больше деталей и они будут нормально себя чувствовать так значит здесь вот в этом окне при нажатии вот на этой иконке можно загружать для запекания нормалей ну и других карт модель высокополигональную допустим мы загружаем сюда персонаж какой-то ну или допустим я бы делал всю эту модель в ZBrush или какой-то другой программе даже в 3ds Max то есть она выглядела допустим обтекаемые здесь углы или еще как-то было бы по-другому выглядела наша модель и чтобы перепечь с нее карту нормалей нажимаем сюда загружаем высокополигональную модель и с нее перепекаются карты нужной программе это в основном нормалмап ао возможно запекло ну а курватура ну в принципе все карты скорее всего не будем здесь долго лазить и у нас здесь выбор байкал материал текстур сетс или бейк именно то что мы выбрали металл нажмем байкал все нам пригодятся и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Их много, поэтому придется подождать какое-то время. Я записываю видео ABS, поэтому здесь, по-моему, нет такой функции, что поставить на паузу. В бенди каме есть, здесь нет. В всяком случае, я не нашел. Поэтому с легкостью эту часть можно перемотать. В ABS есть такая хорошая настройка, как... То есть он поддерживает формат YouTube. Там не нужно долго YouTube мучиться для переделывания видео в свой формат. То есть ABS уже максимально подходящий формат выдает. И YouTube его очень быстро пушает им. Каждая программа это по-своему хороша. Но есть нюансы. Как мы видим, уже здесь изменилось. То есть была запрещена карта AO, Ambient Occlusion. То есть в местах пересечения деталей становится градиент от серого к черному. Чем глубже, тем темнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, процесс завершен. Смотрим, что у нас здесь получилось. Те, которые карты мы там настраивали. Нету только... Ну, оставляли для запрещения. Нету только Select ID Map. Все карты очень удобно перенесены на всех наших вот этих частей. Перенесены здесь в отдел проекта. Сохраним наш проект. С огромным большим... То есть с большим количеством текстурных карт и текстур в проекте он сохраняет очень долго и имеет достаточно большой объем. То есть при завершении найдите этот файл и удалите, потому что он будет весить очень много. У меня там был файл 3 гигабайта. Ну, как по мне, это большой. Потому что если скапливается, естественно, большое количество, то они занимают огромное место. Так, сохранилось. Что же мы делаем дальше? Выбираем один из объектов, который нам нужен. И вот в слоях мы начинаем колдовать. У меня уже есть свой готовый пресет. Сейчас я его найду. Находится Smart Material. Вообще, эта программа достаточно прожорлива к видеокарте, к процессору, к памяти. Поэтому, чем лучше у вас это все и больше, тем быстрее будет она работать. Даже вот загрузка вот этих вот маленьких иконок занимает определенный ресурс у компьютера. Так вот. Вот мой пресет, вот Dirt. Я уже сделал несколько моделей подобного типа. И мне нужно, чтобы они были в одном и том же стиле. Это у нас балки. То есть, подразумевается, что это все из дерева. И переносим этот материал Smart сюда. И сразу же видим результат. И нажимая клавишу C, мы видим наши слои. Вот они здесь отображаются. Высота, Roughness, Metallic, Normal. Normal мы запекли, но она у нас пустая там. Поэтому запекать нечего было. То есть, мы не загружали высокополигональную модель, а просто запекли. Ну, не нужно было это делать, конечно. Но я сделал. Здесь вот используется текстура модели, которую легко можно найти в интернете. То есть, я подобрал как мне показалось более подходящую текстуру дерева, в которой разрешение там было 3000 на 3000. И она тайленная. То есть, нету при тайлинге не будет у нее видны швы. Эту текстуру, такую текстуру можно сделать самому в фотошопе. Кстати, это неплохая тема для еще одного видео, которое можно будет записать отдельным уже уроком. так, и смотрим дальше Base Color. Чтобы вернуться в режим материала, нажимаем M. Бесвечется материалом. Ну, или здесь можно выбрать. Без разницы. То есть, горячая клавиша M. Значит, как я сделал этот материал? Как видите, здесь несколько слоев. и каждый из них находится одним на другим. Один на другим. Значит, в этом слое я использовал вот базовая текстура. То есть, Base Color. я сделаю та или иная модель. Это 3000 на 3000. Затем я сделал модель высоты. То есть, я, по-моему, фотошоп ее загнал и там сделаю ее бесцветной, черно-белой. и подобрал как мне более-менее понравилось ее перепады, цветовые перепады. То есть, сделаю ее контрастной, не особо контрастной, потому что, если сделать ее очень контрастной, будет ну, будет очень сильно заметно перепады высот и низин модели. И я сделал ее более такой неконтрастной. Видите, если еще одна из моделей, еще одна из карт, которые сюда поместил, это Roughness. Она точно же такая. Ну, я ее сделал тоже черно-белой и подобрал там под нее определенные тоже градации серого-черного. тоже не особо контрастную я ее делал. вот загнал эти модели сюда и также можно сделать карту карту Normal Map тоже можно сделать из обычной карты в программе Photoshop у меня есть фильтр от XNormally программы XNormal и там можно запечь с обычной текстурой Normal Map это тоже можно показать отдельно для как бы в догонку для этого видео тем тем кто этим интересуется не знает как это делать так вот здесь три карты у меня приходим дальше в слои да еще одна тема получится все или нет здесь вот нажимаем правой кнопкой мыши и добавляем один из фильтров вот AdLevel переходим на его свойства и видим здесь график значит и там можно изменить я значит изменял вот эту карту вот эти карты в фотошопе не видя результата который у меня получится то есть я примерно бросил сюда и и все но можно пойти другим путем то есть в фотошопе просто сделать ее черно-белой и затем перемещаем в нашу карту в программу перемещается то есть по обычным перетаскиванием то есть мы берем файл зажимаем и перетаскиваемся программа там задает несколько вопросов вы на все отвечаете да возможно если будет у меня с этим я столкнусь в этом видео то я вам это все покажу все показать невозможно потому что урок растянется на долгое время так и вот я добавил этот фильтр и здесь вот мы выбираем что мы хотим изменить вот допустим бейс колы видите как он меняется то есть используя вот эти ползунки мы можем менять карту насыщенности и цветность и даже сделать его черно-белой вот так действует этот фильтр очень полезная штука если нужно быстро что-то изменить также это можно сделать с картой высот видите как изменяется полоза становится глубже резче ну и так далее с помощью этих ползунков все можно это проделать не выходя из программы и все те карты которые мы выбирали в пресете когда мы создавали этот проект то есть PBR PBR карты они входят вот сюда 5 карт которые входят в этот пресет всех их здесь можно регулировать ну идем дальше так значит следующая у меня следующая карта это карта AO то есть Ambient Occlusion смотрим на нее что она представляет то есть она автоматически загружается из проекта карты которые мы запекли здесь то есть bake mesh maps она подгружается несмотря на то что сделал smart материал совсем для другой модели где он тут есть смарт материал вот вот то есть этот материал был создан для другой модели но так как у меня модели все примерно одинаковых свойств то есть это будет механизмы и для одного проекта и понадобилось чтобы они были именно в одном стиле поэтому создавал материал и могу теперь штамповать эти модели очень быстро так так вот подгружается эта карта развертки нашей развертки и запеченного ао сюда и здесь мы также можем регулировать я сюда добавил сразу же фильтр этот левел он уже здесь настроен под те настройки которые я делал для другой модели здесь тоже так же можно поиграть и настроить по вашим предпочтениям пониманиям и так далее следующая часть слой это грязь так же я здесь не отключил ни одной карты все они здесь присутствуют для регулировки можно конечно отключать потому что допустим раф и металлик это будет просто лишняя трата времени когда мы будем запекать карты допустим но так как они в одном стиле поэтому я здесь наверное можно металлик убрать можно не убирать даже не знаю то есть видите грязь блестит чтобы убрать этот эффект мы отключаем roughness metal и все грязь больше не блестит но так как у меня в тех моделях тоже она включена и блестит поэтому я оставлю регулировать этими ползунками ее можно видите как меняется так же металлик в любом случае если при запекании металлик у вас будет просто черный черная карта ее можно не использовать потому что от нее никакого смысла не будет она просто будет подгружать если эта модель будет идти там в игру просто будет проект весить больше а карта использоваться не будет поэтому ее можно будет в любой момент удалить если она будет не нужна но пускай лучше она присутствует потому что потом копаться где я забыл включить карту это очень назад возвращаться искать где что и как смотрим что здесь у нас в этом значит так здесь просто сделать цвет грязи темный но сюда также можно подгружать и текстуру допустим у вас где-то есть хорошая текстура грязи вы сюда перетягивайте таким вот образом и она будет отображаться там где отображается отмазка покажет вот roughness то есть в этих местах черных будет видна ваша текстура вот и там где вот маска вот это вот это у нас маска то есть я добавил от black mask нажал получилась маска и на нее добавил на маску на саму metal edge то есть это генератор грязи сейчас нажмем еще раз так add генератор добавить генератор появляется такая графа переходим в properties видим здесь ничего нет нажимаем и выбираем нужный нам генератор или создаем свой вот этот ключ с карандашом или вот это вот можно сделать свой генератор но я выбрал вот этот мне подходит то есть он делает что он по краям физически трехмерной модели делает именно на краях на углах делает такие вот борозды выбрал я этот допустим он видите он отображается как он выглядит это по-другому делает это по-другому это по-другому то есть таким образом выбирайте генератор смотрим темно генератор все это я выбираю каждый слой и нажимаю на property и смотрим как он здесь его настройки какие карты используются какие не используются он использует ambient курватура позицион world space normal и всеми вот этими ползунками wear level мы настраиваем контрастность количество грязи ее ну там яркость то есть различные параметры и все это отображается у нас в этом окне также все это видно на нашей развертке еще один момент при запекании ао есть такая функция которая отключает вот эти вот все пересечения с нашими остальными деталями но мне они нужны потому что показывает здесь это не для рендера а именно для игры то есть мне нужно чтобы здесь были темные такие переходы потому что модель сама предполагается в том виде что она ну там типа старая такая в средних веках создали когда-то там кто-то и вот то есть все равно эту черноту не будет видно но выглядит круто так всеми ползунками этими можем регулировать то есть объяснять здесь ничего особо нету единственное что трипланар это используется не UV развертка трипланар блендинг контраст а внутреннее внутрипрограммное тип наложения на нашу трехмерную модель ну так как у нас есть UV развертка поэтому использовать ее смысла нет инвертировать можно и где-то здесь есть трипланар если я увижу то есть можно выбирать между UV разверткой вроде бы можно было здесь выбирать но я что не вижу ну не важно не будем лезть в дебри еще каждый из этих вот слоев и под есть огромный выбор способов наложения то есть как видите overlay перекрытие screen multiplay умножение и так далее нормальное использую soft light но очень много различных способов как-то изменить нашу текстуру и то есть играться здесь можно бесконечно подбирать что-то и так же есть как видите стопроцентное использование или мы убираем значит интенсивность этой карты значит paint я использовал ну ее можно удалить по-моему использовал использовалась использовалась для для удастся показать видите она удаляет то есть в прошлой модели у меня была текстура текстура мне нужно текстура и дерева и металла в одной развертке вот этой текстурной карте у меня было и дерево и металл то есть здесь я использую только одно дерево предыдущей предыдущей модели у меня была часть развертки была отведена для текстуры металла также туда его и яркость входила там и все функции которые соответствуют металлу там отражающим способностям глянцевости и так далее все это я поместил в один текстурный лист поэтому мне приходилось пейнтом регулируя вот эту вот часть если темная значит он стирает допустим если это балка мне нужна железная то я стираю все моменты которые я нанес с помощью предыдущих слоев и сюда наношу уже свой слой металла допустим выбираю в материалах и сюда его помещаю так у меня здесь одно дерево поэтому мне этот пейнт не нужен и я его удалю ой удалил все так 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 посмотрим на что он тут влияет все таки он влияет удалим его не нужен в этой модели и в принципе вот этот пресет очень простой его можно сделать как я уже говорил самому как создать смарт материал самому как я его сделал то есть постепенно добавляя все эти элементы у меня накопилось какое-то количество их и горячая клавиша то есть выделяем потом все вот эти элементы давайте вам покажу допустим такой слой выяснили за папку допустим я здесь что-то создал и нажимаем к трал д это он скопировал катал джи и он их помещает в папку мы и даем какое-то название вменяемые и нажимаем правой кнопкой мыши и здесь ищем create smart материал жмем и у нас видите появилась folder 1 таким образом создается смарт материал который можете использовать для своих проектов также есть есть как видите и материалы смарт материалы от самой от самого substance paint то есть может можете использовать что-то свое можете использовать их наработки дело как бы за вашим вкусом и что вы делаете удалим вот так быстро принципе создается материал смарт материал наш для нашей модели так продолжаем большим здесь мы разобрались и принципе остальные кроме металла это все один и тот же материал я буду использовать и абсолютно без зазрения совести удаляем ненужные слои которые задаются автоматически и ищем мой материал где он будь дёрт текстура здесь как-то не очень скилли было но в принципе пойдет значит так вот этот механизм я делал то есть меня текстуры здесь развертка лежит одна над другой то есть они пересекающиеся и как видите они одинаковые ну я и сделал таким образом что потому что они как бы находится внутри этого механизма все все и все это конструкции я особо внимание не будет привлекать поэтому я так сделал и они более качественные по идее должны смотреться чем все остальные элементы модели если вдруг там какой-то игрок забежит внутрь этой постройки то возможно увидит разницу но хотя сами подумайте когда вы играете в игру вы особо там рассматриваете кто там чё на модели за текстурил как просто играете 7 действий но все равно как бы краем глазом выйти но замечаете что качественно сделано там модель или нет это естественно заметно и остается впечатление о самой игре самой модели хорошее или плохие это уже как бы дело такое так и дальше продолжаем металл пропустим пока есть крыша то же самое пейнт я удалю сразу же во всех теперь можно пересоздать этот материал крейт смарт материал колесо поместить сразу сюда его и вот мы видим как начинает выглядеть наша модель так substance решил сохраниться не спрашивая меня он это сделал очень быстро и теперь у нас остался металл металл я тоже где-то здесь создавал он называется в этом и добавляем его точно так же как и дерево почему я металл сделал отдельно отдельно на отдельную карту потому что мне очень хотелось вот там развернута не развернута одна деталь а нет развернута просто я понял в чем проблема просто мне хотелось чтобы металлические части они выглядели более более правдоподобно вот в какую цель я преследовал значит не зря называется это модель weapon потому что я делал тоже для другой абсолютно модели и сейчас будем проверять проверять что нам а вот просто отключить часть с деревом потому что здесь тоже набор слоев там я делал значит мне нужно было сделать для другой модели там чтобы был рисунок поэтому здесь все можно просто удалить здесь нужно удалить paint во всех слоях здесь нет в большей части она у меня получилась ржавая здесь я использовал да вот здесь маска где-то перекрывается маску нужно тоже здесь я использовал стандартный то есть от substance painter по-моему обычный материал там есть обычный материал сейчас я его увижу вот материал здесь тоже есть пресеты материалов различных и я здесь выбрал Rust Fine или Rust Cores и использовал его в смарт материале вот как здесь допустим substance metal вот то есть я взял обычный материал забросил его сюда поменялся цвет на который мне как показалось подойдет и тоже можем здесь играться различными параметрами он сам регулирует какие мы здесь карты нужны какие он использует если бы я его сам создавал тогда бы я выбирал там а так этот материал программный и здесь видите нужно ему нужную ему карту он использует channel mapping так идем дальше значит что я здесь использовал маску черную маску и сверху добавил вот эту вещь от fill то есть слой заливки которые свою очередь использовал грунт paint карту грунт стоит короче вот эту карту которая находится текстурах нет текстурах в процесс процедурных картах ведь я перекрутил немножко и таким же образом я беру карту и перемещаю сюда и используется и использовала несколько раз вот scale три раза и от scale можно больше можно меньше 3 по мы подошло более более менее и оставил ее в таком таком состоянии все это слои каждый слой выше он действует как главный то есть получается этот слой самый главный значит здесь просто цвета темнее и светлее и то есть металле получается самый верхний слой сделал взял значит материал раз корс и использовал также нажил сюда маску и использовал значит генератор грязи dripping rust но мы сейчас с вами немного изменим модель добавим сюда paint свой пейнта переходим я в настройки так и проверяем здесь добавим сюда глянем что здесь получится от пейнт это высота маска так и пока мы отключим перейдем сюда смотрим то есть это пейнт я хочу чтобы у меня появился вот этот вот цвет и металлические его свойства которые здесь настроил добавляем и настроим кисть переходим наши кисти и выбираем нужную нам кисть пускай это будет dirt dirt 2 зажимаем катарелл и зажимаем правую кнопку мыши и можно увеличивать уменьшать зажимаем катарелл и правую кнопку мыши и двигаем ее вверх вниз мы контрастность регулируем кисти то есть работать двумя руками только так и перейдем сюда и здесь тоже добавим пейнт что-то мешает я не пойму тут видимо он несмотря на то что отключены вот эти все детали он их видит все равно и невозможно ничего нарисовать невозможно ничего нарисовать так здесь у нас черный приходим сюда здесь у нас пейнт можно отключить так как здесь включен этот грунт не пейнт все таки оставим всякий случай что-то не хочет рисовать вообще никак давайте сюда тоже добавим грунт что ли посмотрим на материал как как выглядит материал наконец-то то есть поменял полярность с белого на черный мы можем выделять нижние слои просто что-то я что-то запутался dripping rust давайте его попробуем заюзать да вот поднастроить то есть я хочу чтобы она выглядела ну как не то чтобы совсем ржавой ну и были заметны и металлические части тоже я не вижу чтобы она блестела то есть в нижних картах нужно повысить слой рафнеса то есть силу рафнеса потому что ну совсем не видно что это металл практически незаметно контрастность давайте увеличим контрастность давайте увеличим контрастность да вот это вот вот то есть если допустим вам где-то не нравится как сработал генератор то можно подправить всегда слоем paint 80 здесь убрали всю ржавчину опять же таки если она будет участвовать в анимации какой-то там вращаться то есть смысл если же она будет невидима то и конечно смысла нет ее там как-то по особым текстуре так давайте посмотрим почему она не блестит как этого хотелось бы так переходим на стройке вот вижу хейдж вижу roughness металлик какой-то я слой хотела сделать там блестящим какой-то мутным таким матовым там уже и заметно видите да вот в этих местах можно было сделать просто чтобы как однородный металл там присутствует давайте усилим roughness остановится еще выразительнее цвет то есть это как раз блестящая часть должна присутствовать в тех местах где допустим вращение идет каких-то деталей металлически я не вижу я изменяю здесь шутки что-то или нет равны с металлик маска изменений никаких нету это же много они не то выбрал бы то есть что-то там но здесь мы видим сразу же что нужно использовать верхний слой paint чтобы проявилась а там я уже перри переделал на черный на белый то есть удаляем те места где мы хотим чтобы был блестящий металл допустим это здесь удаляем здесь ржавчину таким вот образом ну где поделалась кисть так где у меня эти штуковины вот они здесь они не использовал надо было конечно чтобы моя текстура пересекалась это экономия места как я говорил и более качественная текстура и одновременно можно текстурировать тоже ну уж совсем для ленивых ну если допустим это быстро нужно что-то сделать то это то есть нужно заранее продумать что вы хотите составить свой пайплайн то есть план действий и тогда будет все быстро так вот у меня есть такая вот карта на имеется ввиду маска вот она сейчас я попробую перенести вот сюда посмотрим что получится то есть я хочу те наметки которые сделал там там где удалял ржавчину я хочу чтобы эта карта перенеслась на другие слои на другие слои ну хотя бы вот на этот пробуем copy mask и сюда past into mask а вроде получилось да и 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 какая-то поверхность что у нас делает этот пейнт кто-то может здесь изменить или нет здесь он делает блестящую поверхность ванную отменим и перенесем эту же карту сюда посмотрим что получится как-то не очень вернем обратно посмотрим в трехмерном виде что здесь у нас блестит или не блестит блестит там где надо там где надо а то есть вот таким вот образом и делается мило так хорошо нам показал процесс конечно не особо для начинающих но я думаю что разобраться можно в этом всем так как все это происходило на ваших глазах и не одну минуту все мои действия движения увидели куда я нажимал в случае постарался насколько это возможно рассказать как я делаю текстуры вот допустим за текстуре нас устраивает все что мы здесь сделали но еще конечно почищу здесь удовольствием с разверткой разберусь может быть нет не знаю вот эти вот можете оставлю их такими не знаю это у нас кто механизм грязь не добавим сюда да можно чуть-чуть верхнюю часть хотим немного изменить ведь изменяется сразу везде кисти провел это значит что моя текстура здесь нет пересечения друг с другом то есть один текстурный лоскут лежит над другим вот они то есть все допустим там сколько их 18 штук до 18 вот этих вот штыряков все они лежат один над другим и проводя значит кисти на них они все изменяются одинаково плюс в том что это быстро минус то что они все одинаково выбор всегда за нами что мы хотим от нашего проекта то есть почему я здесь это сделать так потому что это внутренняя часть машины и не видно практически и здесь можно использовать такой прием экономить текстурное место на верхнюю часть очистить от мазута от этой нижней мазута так примерно да да так также здесь они у меня пересекаются эти текстурные лоскуты текстуры поэтому здесь можно сделать то же самое здесь можно сделать то же самое и нашу модель что мы делаем дальше дальше нам нужно запечь все эти карты и мы нажмем сюда файл и экспорт текстуры увеличится у нас такое вот окно выбираем место куда мы будем сохранять давайте сюда выбираем разрешение 496 я везде выбираю здесь также имеется возможность запекать по отдельности программа решила сохраниться тогда когда мне надо для видео запечь по быстренькому решила сохранить ну ладно подожду здесь выбираются опять же пресеты давайте посмотрим какие тут есть пибер металлов и здесь очень много пресетов вот скетч фаб то есть то есть известная платформа такая в интернете арнольд рендер карты для арнольда запекает различные здесь корона пресет есть cry engine dota кейшот линс mesh maps pbr который я использую еще тут различные какие-то unity 4 unity 5 v-ray и v-ray u-dim можно использовать v-ray и допустим для хорошего красивого рендера эти карты перенести в макс в максе там да в макс или если у вас есть отдельный этот рендер то туда перенести все это дело и там отрендерить выставить цвет цвет и все такое и сделать себе красивый портфолио ну а я делаю пибер металл ров выбора выбираю этот здесь вот выбирается padding то есть промежуток промежуток размытия текстуры вне вне развертки так скажем расстояние здесь по-моему можно выбрать что-то не выбирается не знаю не на каждое действие ну и оставляю то что здесь есть dilation in find и жмем экспорт адрес мы выбрали куда она запечется и естественно этот процесс будет проходить какое-то время но я еще хотел вам показать одну здесь интересную штуку ну по-моему запекать текстуры здесь быстрее чем внутри внутри программной деятельности которые мы вначале с вами запекали уже 23 процента витя сколько весят файл substance painter 2 гига и больше он еще делает две копии уже 6 гигабайт вот наши текстуры как видите запеклась normal map и она выглядит очень неплохо хорошо и запеклись там где нужно метал вот я gold mining machine metal то есть название материал то есть идет название проекта я так понял gold mining machine и название части разверток механизм beams и ну разный там который я переносил ну вы поняли да то есть вот эти все части на каждой из них теперь есть развертка это будет использована в материале то ли для рендера то ли для движка анрил unity то есть при запекании выбирайте та платформа на которую вы ее запекаете и что я хотел показать еще это здесь значит можно делать рендер допустим сделали вы свою текстуру и вам нужно сделать рендер выставляем как-нибудь красиво и здесь вот есть кнопка вот это шмаками и и у нас здесь появляется рендер это у нас где было название этого рендера что не вижу теперь array вот название array и мы видим что получается очень быстро но при настройках очень слабых таких дается на рендер всего 10 секунд мы сейчас все это исправим и сделаем я вам покажу как то здесь все настраивается примерно я конечно не специалист вообще в этой программе но кое-что уже успел здесь разобрать и сам разобраться сам кое-что понять и поэтому я вам показываю то что я знаю и умею так ладно environment окружение выбираем здесь я вот не знаю выбираю студию какую-то из этих студий допустим вот эту также зажимая shift и право кнопкой мыши можно вращать лампу то есть как будет падать освещение на нашу модель выбрать выбрать или допустим свет что у нас здесь еще яркость из этого всего дела а и что пошел так что это у нас освещение то текстуры это мы убираем как бы ну задний фон наши если у нас была здесь другая текстура допустим такая то мы просто меняем ее на обычный цвет можно это оставить немного покрутить там чтобы как-то свет падал интересно также модель можно поворачивать ну вот так просто будет металл светится но исправлю много чего хочу сделать там еще веревку но это по времени конечно долго и нудно сидеть это все ну в принципе я быстро сделаю но сами меня понимаете это отвлекаюсь я на разговоры и мало что получается но как бы в общих чертах я могу рассказать и уже много чего рассказал и просто бери пользуйся так подобрали значит мы там изображение которое нужно здесь настройки камеры настройки дополнительных эффектов там он может там светиться там ярко но я этого делать не буду мне это не нужно но вообще можно разобраться конечно и все это использовать для какого-то красивого рендера ну если честно рендерить я не люблю я люблю чтоб она быстро все сделала мне показать это допустим заказчику и и все ну и конечно копаться здесь можно долго чтобы настроить и допустим мы хотим настроить больше качества и здесь вот есть есть такая вот всплывающее окно и выбираем минуты и мы хотим еще изменить разрешение нажимаем сюда over и я выберу 2000 на 2000 сейчас изменится картинка вот она изменилась ну модель осталась как бы на месте и выглядит неплохо и рендер уже пошел то есть также можно было настроить max samples samples чем больше тем качественней вроде бы так я не особый специалист в этом рендере ну я так думаю нужно конечно почитать ну скорее всего так оно и есть то есть то быстрее или 1000 сэмплов будет или 10 минут пройдет наставить и на 10 часов и выйдет вообще там очень классная очень классный рендер но мне просто показать вам и допустим заказчику что я сделал этого вполне достаточно то есть мне не нужен супер супер качественный рендер просто показать общую картинку и и на этом все ну вот в принципе что я хотел в этом видео вам показать и рассказать о substance painter надеюсь что многие из вас может быть даже все поняли что я вам здесь показывал несмотря на то что я конечно в некоторых местах немного затупил и сбивался но все мы люди поэтому уж извините меня но все мы примерно такие есть так ну а я ну а я что же не будем ждать пока закончится рендер на этом с вами прощаюсь если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока 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 не пока пока не